В аптеках Владимирской области не хватает более трёх тысяч лекарств. Ещё три тысячи находятся на передвижке. Это когда в одной аптеке тот или иной препарат есть, а вот в другой его уже нет. Эта проблема несложная, как рассказал вице-губернатор Константин Баранов. Такие лекарства просто переносятся в нужное место. Трудности есть в другом. Больше трёх тысяч препаратов находятся на переоформлении. Это те рецепты, в которых допущена ошибка. Неправильно указана дозировка, неверно написано название препарата. Однако самая тревожная ситуация именно с полным отсутствием определённых лекарств. И около трёх тысяч двести, да, подскажите, двести тридцати препаратов у нас сейчас отсутствует в аптеках. Ну, если посчитать количество льготников, ну, вы видите, это не очень большая сумма, но больше всего настораживают те препараты, которые сейчас отсутствуют. Какие именно препараты отсутствуют, Константин Баранов не уточнил. Всего же в регионе больше 17 тысяч федеральных льготников и 65 тысяч региональных. Вице-губернатор рассказал, что в случае, когда каких-то препаратов в области нет, правительство проводит закупочную кампанию. Но процедура эта не быстрая. Видимо, из-за длительного процесса жители не всегда могут вовремя получить свои препараты. Уже после выступления Баранова в СМИ появилась информация о невозможности получить лекарства 9 тысячам льготников. Цифра складывается как раз из отсутствующих препаратов, находящихся в других аптеках и на переоформлении. Региональный Минздрав в своих соцсетях поспешил заверить, что такой подсчет не верен. Ситуация под контролем и якобы никаких проблем с лекарственным обеспечением льготников нет. Появившаяся в СМИ информация о том, что в регионе 9 тысяч льготников не могут получить лекарства, не соответствует действительности. Все льготополучатели обеспечены лекарственными препаратами и установлены нормативные сроки 90 дней. Исключения могут быть только в ситуации, когда препарат отсутствует в обращении на территорию Российской Федерации. Под этим постом жители начали делиться своими проблемами, которых накопилось много. Кому-то выдали инсулин со сроком годности до ноября, кто-то три месяца не может получить льготное лекарство, а кто-то и целый год. Сам же Минздрав сообщил, что с начала года было выдано 500 тысяч рецептов. Препараты получили 65 тысяч человек. К слову, о проблемах в сфере льготного обеспечения лекарствами рассказывал и прокурор области Иван Грибов на своей пресс-конференции в июле. По его словам, в результате принятых прокурорских мер, по итогам первых шести месяцев года, количество отсроченных рецептов, то есть которые задерживали по каким-то причинам, снизилось 1700 до нуля. Ненадлежащая работа ГКУ с Центром закупов, в результате которой более двух тысяч граждан не могли реализовать свое право на льготное обеспечение медикаментами. По результатам рассмотрения внесенного губернатору области представления, специализированные организации заключены контракт на поставку лекарственных препаратов за счет средств областного бюджета на сумму более 2 миллиардов рублей. Еще в марте 2024 года 33-й регион входил в число худших по организации лекарственного обеспечения. Это отметил генеральный прокурор Российской Федерации, упомянув, что во Владимирской области были выявлены вопиющие случаи.